Однажды преподаватель психологии начал свой семинар необычным образом. Он поднял вверх 50-долларовую купюру и спросил, есть ли желающие получить эту купюру. Многие в зале подняли руки. Затем он обратился к тем, кто не поднял руки. Выяснилось, что они также были не против получить купюру, но руку поднять постеснялись. Ну, хорошо, я отдам купюру, но прежде чем кто-то из вас получит ее, я кое-что с ней сделаю, продолжил психолог. Он скомкнул купюру и затем спросил, хочет ли кто-нибудь ее получить. И снова почти все в зале подняли руки. Тогда я делаю следующее, сказал он. И бросил эту смятую купюру на пол, слегка повозил ее ботинком по грязному полу. Потом поднял купюру, она была мятая и грязная. Ну, кому-то из вас нужна она в таком виде. И все опять подняли руки. Дорогие друзья, сказал преподаватель психологии. Только что мы получили наглядный урок. Несмотря на все то, что я проделал с купюрой, вы все хотите ее получить. Так как она не потеряла свою ценность. Она все еще купюра достоинством в 50 долларов. В нашей жизни часто случается, что мы оказываемся выброшенными из седла. Растоптанными. Лежащими на полу. Это реалия нашей жизни. В таких ситуациях мы чувствуем себя никчемными. Но не важно, что случилось или случится. Мы не потеряем свои истинные ценности. Грязные или чистые. Помятые или отутюженные. Мы всегда будем иметь ту ценность, которую представляем. Спасибо за прослушание.